Здравствуйте, уважаемые слушатели! В прямом эфире, как всегда, программа «Особое мнение». Сегодня моим гостем является издатель и главный редактор журнала ТДТ Леонид Янкович Сухотерин. Но от себя я добавлю, что не только издатель и главный редактор ТДТ, а еще пиарщик, политтехнолог, чиновник, советник, преподаватель, автор книг по информационной работе и пиар. Я не знаю, если я, Леонид, что-нибудь упустила, поправьте меня. Ну, думаю, что полный список наших слушателей не интересует. Им интересен наш разговор о событии. Поэтому давайте сразу перейдем к обсуждению событий. Добрый день, всем удачного дня. Сегодня пришлось много ездить по городу. Вижу, что многие из тех, кто слушает радио в машинах, планируют уехать сегодня за город. Погода позволяет. Хорошего дня и удачного вечера. Мы, правда, немножечко похолодало. Начну все-таки вопрошать в рамках программы особое мнение, особого мнения Леонида Сухотерина по поводу того, что происходит у нас за последнее время. Буквально, когда это получается, вчера. Состоялось заседание Законодательного собрания Кировской области и на нем были выборы представителей ОЗС Совета Федерации. Алексей Вонин, председатель собрания, внес кандидатуру депутата от «Единой России», бывшего зампреда областного правительства Олега Казаковцева. Других кандидатур предложено не было. Значит, в этой связи мой вопрос следующий. А как так вот? Ну, нормально ли это просто чисто от какой-то такой человеческой, может быть, позиции? Какие могут быть выборы, если выборы тебе не предоставляют? Выбор из одного человека – это уже не выбор? Или нет? Ну, вы знаете, я в ответе на данный вопрос покажусь немножко занудой. Вы, честно говоря, не того человека спросили особое мнение. Я был членом Совета Федерации и представлял Компермянский автономный округ. Как давно это было? Это было более 10 лет назад, еще до того, как я переехал жить и работать в Кирку. И был членом Комитета по международным делам. Отсюда мое знание действующего законодательства. Действующее законодательство не предлагает и не предполагает альтернативных выборов. Фактически, речь идет с точки зрения закона не о выборах, а о наделении полномочиями. То есть, решение принимает, в данном случае, когда мы говорим об Олеге Александровиче, если я правильно понимаю, он же губернатора будет представлять. Он сменил на этом посту уважаемого члена Совета Федерации Хазина. Да, поэтому я не очень люблю шутки на тему, которые разные иногда возникают в интернетах, там всякие обсуждения, когда предмет спора не является сколько-нибудь относящимся к самой дискуссии. Поэтому постановка вопроса неверная, все произошло в соответствии с законом, и обсуждать здесь нужно другое. А что? Вы знаете, я когда был членом Совета Федерации, еще какое-то количество людей представляли, я уже не представлял регион. То есть, я поехал в тот регион, которому нужно было, интересно было лоббирование своих вопросов в Москве. Он хотел... То есть, вы были как антикризисный менеджер неким образом, да? Да, да, да. Закончилось это переизбрание многих людей. В общем, там ситуация нормализовалась. Мне там... Стало делать нечего. Ну, партия поставила другую задачу, и, в общем, я занимался другими делами, о которых... Ну, как бы антикризисным управлением на других предприятиях. В частности, в Кирове занимался антикризисным управлением, вместе с известным Лебедем Ваним Альбертовичем, на предприятии Кировэнерго. Вот. Поэтому, Олег Александрович, достойный человек, ну, можно сказать, там, достойнейших достойных. И я бы обратил ваше внимание на ту важную и серьезную работу, которую проделал губернатор. Интересы губернатора, которому, возможно, было бы проще назначить какую-то московскую фигуру. Безусловно, тот же Александр Лебедев много ходил слуху, что он будет членом Совета Федерации. Он назначил человека из области, много лет проработавшего в области. Ну, считаю, что такое красивое назначение, красивое назначение. А позвольте повести себя некорректно и перебить. В процессе обсуждения кандидатуры, значит, Олег Александрович назвал неправильной, правда, эту формулировку. Депутат от КПРФ Дмитрий Русских сказал, что новый сенатор будет просто сторожить стул под другого члена Совета. Именно имеется в виду владелец Вятка банка Григория Гусельникова. А вы знаете, вот это уже совсем другая история. Никто, никто и никогда не застрахован от своего будущего. То есть, прошлое Олега Александровича говорит о том, что со всей порученной ему работой он достойно всегда справлялся. И ни под кого стул не сторожил. И ни под кого никогда стул не сторожил. Поэтому обсуждать, как себя поведет Олег Александрович на этом посту, я считаю, что горячо любимый мной депутат Дмитрий Русских, с которым мы тоже прекрасно знакомы, в данном случае нормально совершенно ведет оппозиционную пропаганду. Ему просто положено. Он на своем месте делает свои собственные какие-то шаги, то, что считают номером. Если говорить в формулировках «Сторожит стул», то Дмитрий Русских отрабатывает номер. То есть, если скатиться до таких формулировок, то все остались при своих. Важно понимать, важный вывод из этой истории Вятку в Совете Федерации представляет Вятку. Достойный человек, услышал. И это решение спустя годы не местечковое, что мы из вредности назначили местного, а решение, когда достойный руководитель, выросший здесь на территории, достойно на уровне Совета Федерации. Олег Александрович, я знаю, кто в Совете Федерации работает, есть много в том числе и очень богатых людей. То есть, он достойно представит область, никого не надо будет стесняться, не будет исполнять роль альтернативного депутата Шандыбина, например. Леонид Янкович, у меня масса вопросов, поэтому я веду себя некорректно и буду вас периодически перебивать. Я знаю, как вы интересно рассказываете, но тем много. Сейчас перейдем к такому забавному довольно вопросу, но тоже можно расценивать по-разному, может, вы меня тоже начнете поправлять. Я бы объединила эти два события в одно. Ну вот, Тина Кандалаки у нас войдет в Совет директоров Вятка Банка, а Анфиса Чехова и Никита Юрьевич, правда, в Твиттере, многие расценивают это как хохму, предложил делать сыр, так скажем. То есть, место в Совете директоров завода по производству сыров в Стрижах. Я хочу спросить Сухотерина, как пиарщика в первую очередь, вот, как это можно расценивать? Ну, хорошо, значит, вот я посмотрела тут, провентилировала, по данным портала Банк.ру, Вятка Банк по размеру активов на 184-м месте, по размеру собственного капитала 262-е. Хорошо, с появлением, с вхождением Тины Кандалаки, информповод создан, все, значит, взлетело, зашумело, но сейчас взлетело, зашумело, обсосуд, я так понимаю, что потом так же все и схлопнется. То есть, как будет дальнейшее использование Тины Кандалаки как бренд, и что вы можете сказать, опять же, по поводу Анфисы Чеховой и производства сыра. Пойдет она на это или нет? Все, я молчу и слушаю знатного пиарщика Сухотерина. Единственное, что привело вас через сколько-то на рекламу. Это замечательная, великолепная победа команды Вятской. Кто входит в эту команду, сказать не могу. Команда в смысле как чиновников? Вятской команды. Она вот какая-то. Там, по всей видимости, и Гусильников, и Никита Юрьевич, и Казаковцев. Значит, существует в теории пиара простой прием. Это подробно описано в той книге, которую вы тоже читали. Читала. Так называемая синяя книга. Информационная работа. Да, на тройку надо знать, какого цвета учебника у преподавателя. Синий, все, три гарантированно. Синий-голубой, я бы даже поправил. На четверку надо знать оттенки, да. А буковки на черные на обложке. Правильно, абсолютно. Смотрите, что произошло. Казаковцев приходит в Совет Федерации. В Совете Федерации, безусловно, ему задают вопрос, значит, а кем раньше ты был? Замом Белых. А до этого кем был? Руководителем Вятка Банка. А кто такой Вятка Банк? Мы бы спросили позавчера. Сказали, ну не знаю, но Вятка Банк там даже не знаю. Есть такой. Ну, да ты вообще ничего не поймешь. И начали бы анализировать, там, какое место по собственному капиталу, еще что-то. А теперь... Где в Совете Директоров Тина Канделаня? Конечно. И в вопрос снял. Казаковцев, член Совета Федерации. Он, значит, от Кировской области. Кем был? Руководителем Вятка Банка. Вятка Банк это что? Вятка Банк это там, где член Совета Директоров Тина Канделаки. Все. Это крупнейшая победа. То есть пришел человек, который лицетворяет структуры, в которой Канделаки не председатель Совета Директоров, он там рядовой сотрудник. Помните эту замечательную историю, когда, значит, машина проезжает мимо гаишника, ну, в те времена, когда Леонид Ильич Брежнев у нас был руководителем, ну, не страны, но партии, ну, руководителем страны, да? И один гаишник другого спрашивает, Леонид Ильич Брежнев, это такая, ну, типа, правдивая шутка или шутливая, может быть, ложь. Иногда любил там проехаться с ветерком сам за рулем. И один у гаишника другого спрашивает, говорит, слушай, а кого машина-то повезла? Он говорит, не знаю, но за рулем был сам Брежнев. Так вот, там, не знаю, что это за Вятка Банк, но членом Совета Директоров, там, Тина Канделаки, считаю, победы замечательные. С точки зрения, там, теории, как вы говорите, там, связи с общественностью или, как вы говорите, пиара, отличное решение. Мы молодцы, мы много сделали для популяризации и нашей области, и, собственно, Вятки. Тему Тины Канделаки обсудили, победа классно, здорово. Вторая половина моего вопроса, то, что касается предложений в Твиттере Никиты Юрьевича, Анфисе Чеховой, место в Совете Директоров завода по производству сыра в стрижах. Ну, вы знаете, все-таки, думаю, что не я один постоянно, там, ежедневно читаю Твиттер уважаемого Никита Юрьевича Белых. И понимаю, что и Тины Канделаки, возможно, в Твиттере договорились, хотя это переписки не было, но, тем не менее, он активно переписывается с Тинатин. И, там, с Анфисой Чеховой переписывается. Знаете, здесь немножко, там, другая история. Есть такое понятие, имиджевая авария, да? Почему я об этом говорю? Дело в том, что Тина Канделаки, она рассматривалась еще... То есть, какие события происходили с Тиной Канделаки за последний месяц? То есть, она рассматривалась на должность заместителя министра Фурсенко. Она ведет программу «Самый умный». То есть, во-первых... Несколько программ ведет на разных каналах. Хотя раньше ведущий считался брендом одного канала, она на каких-то каналах не живет. Договорились. В самом сокращенном виде, там, на уровне пересказа, да? То есть, первое, у нее бренд «Самый умный». У нее бренд человека, которого рассматривают на высокие государственные должности. И у нее маленький кусочек бренда, да, связан, там, с этой непонятной историей, там, в Ницце, где она, там, взорвалась в машине. И, там, с татуировкой на руке. Но по сравнению с основной массой информации о ней, этот негатив, ну, собственно говоря, практически незаметен. Поэтому, когда мы говорим про «Вятка Банк», про Казаковцева, про Гусельникова, про Випов и про интернет, то, безусловно, это решение правильное. Теперь, когда мы посмотрим сыр. Нам сыр надо продавать. Нам не важно, по большому счету, мнение о сыре. То есть, сыр должны люди в магазинах покупать. И покупать много. То есть, точечное попадание в целевую аудиторию, там, связанное с брендом «Банка» и с брендом Тины Канделаки, это совсем не та же самая задача, которая соответствует, там, маркетингу сырного производства. Я сразу говорю, что в нашей работе, там, говорить без исследований и без каких-то конкретных решений, там, выводы делать рано. Я выскажу свое мнение только как потребителя. А мне и нужно особое мнение. Как потребителя, да. Что мне кажется, что все-таки, там, людей, которые будут покупать сыр, связанный с имиджем, там, скандальный ведущий, ну, будет не очень много. Вы бы купили? Я бы, безусловно, не купил. Потому что мясо-молочные ассоциации и, как бы, тот набор, скажем так, внешних, да, да, да. И, как бы, вокруг то, что говорится вокруг передачи, ассоциирующий сыр, он, безусловно, меня, там, не вызвал бы позитивных ощущений. Причем мы же прекрасно знаем вот эту формулировку «не читал, но осуждаю». Теперь посмотрите, аудитория, программа, которую, там, делает Анфиса Чехова, она же не очень большая. То есть это, там, не программа, время, там, не, там, правильно. Начиная с того, что она, черти, когда ночью. Абсолютно точно. То есть, но остальные люди об этой программе знают. Поэтому, если я вдруг, там, по неосторожности бы высказал мнение о том, что показывают в программе, меня бы могли правильно совершенно ткнуть в носом и сказать, ничего такого неприличного в программе не показывают. Мы просто говорим, у Анфисы Чеховой имидж плохой девочки. Потому что, как известно, все хорошие мальчики хотят познакомиться с плохой девочкой. То есть она специально и осознанно эксплуатирует имидж плохой девочки и, значит, добивается этим прибыли. То есть, там, зарабатывает на этом деньги. Это ее бизнес. Ну, я, как бы, мне кажется, что совокупность маркетинговых изделий, всех вот мясомолочных заводов, которые производят сыр, привели к тому, что в брендах доминирует домик в деревне, там, любимый, там, добрый молодец. Успокойствие, семья, понятно. Абсолютно точно. Потому что целевая аудитория тех, кто покупает сыр, это женщины, там, ну, более старшего возраста. Ну, конечно, это бутерброды в семье по утрам. Которые кормят семью. Поэтому, в моем понимании, те люди, если мы пойдем в магазин и посмотрим, которые стоят у прилавка и покупают, там, в очереди за этим сыром, ну, безусловно, к Анфисе относятся не так, как хорошие мальчики, а так, как хорошие девочки относятся к плохой девочке. Поэтому я боюсь, что хорошие девочки, которые покупают сыр, могут наказать плохую девочку Анфису Чехову и не покупать продукцию, связанную с ее именем. Ну, еще раз говорю, это решать отдел маркетинга предприятий и стратегии. Ну, а как вы думаете, мы, может быть, с вами вообще зря уделяем этому много внимания, может, это просто хохма. Потому что Твиттер ведь, он не только деловая какая-то, там же могут быть и выбросы каких-то просто там мыслей, эмоций. Потому что переписка-то началась с того, что, ну, что Анфиса Чехова так приревновала к статусности и предложению Тини Кандаваки. Может, просто вот он отшутился таким образом. Может, здесь и нет никакой сыр международной. Я рассказал научную точку зрения на этот вопрос. Если это шутка, давайте и вместе поаплодируем.